Всем привет! Мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стыкеленбург. Вы смотрите уже 113 серию. Сегодня серия необычная. Во-первых, уже в этой серии вышло дополнение на работу и сегодня наша Селесточка родит в больнице. Кстати, вы обратили внимание? Ну я вот обратила точно. Сегодня 113 серия и родится в этой серии у нас внук Маркуши. А кто знает, что в 13 серии, просто в 13 серии родился сам Маркуша. Вот такой вот парадокс получается. Так замечательно такое совпадение. Марк родился в 13 серии, а его внук или его внучка родится в 113 серии. Как же давно это было? Так, чем же занимаются наши домашние? Наш похудевший Маркуша поднимает навык механики, чтобы как будто я хочу очень выполнить ему мечту жизни. Ему нужно достичь 6 уровня в 8 разных навыках. Так, то есть наоборот, 8 уровня в 6 разных навыках. Селесточка, я хочу, чтобы она все-таки продолжала заниматься садоводством и выполняла мечту своей жизни. Пусть удобряет растения, пусть, в общем, занимается. Нужно нам достигать высокого уровня в садоводстве и добавить черенки на 3 растения. Но пока мы этого сделать не можем, потому что навык ее садоводства слишком мал. Нужно, в общем, повышать нам уровень. И я смотрю, что с садом у нас все просто замечательно. Ой, мы можем собирать урожай, но давайте соберем урожай и больше пока мы ничего делать не можем. Так, Лорочка, ой, 6000 симолеонов. Отлично, Лорочка нарисовала шедевр. Это замечательно. Пусть рисует еще какую-нибудь, например, грустную картину. Кстати, наша Шарлоточка, как вы видите, только что нашла яйцо. Теперь в апреле мы можем находить яйца. И вот эти вот яйца можно использовать, если собрать 10 яиц всю коллекцию. То можно получить доступ к кролику Буни. Вот, это такой специальный кролик, а такая игрушка, которую можно получить только если вы собрали 10 яиц. В общем, яйца мы собирали-собирали. Я вот пока ночью собирала яйца, между 112 и 113 серией, немножко пособирала. И осталось нам, по-моему, там два яйца найти. Давайте посмотрим в багаже. То есть не в багаже, а в коллекции семьи. Ой, даже одно яйцо. То есть вот мы еще одно голубенькое нашли. Осталось найти одно яйцо, и мы соберем всю коллекцию. Но, к сожалению, все уже отлично с садом. Ну, как бы, к сожалению, наоборот. Хорошо, когда все отлично с садом. Так, у нас Шарлоточка в школу хочет, но у меня другие планы. Блин, Андре уже пошла в школу. Я просто хочу, чтобы Шарлотта продолжала заниматься садоводством и, может быть, повыкапывала или пособирала какие-то вот дикие растения. Давайте вот собирать урожай, чтобы повышала она навык садоводства. Хочу я очень поскорее выполнить мечту ее жизни, потому что у меня приготовлена для нее уже другая мечта, которую я очень хочу поскорее начать. Так, ну, пока это только секрет, и пока я еще об этом не рассказываю. Так, мы можем еще отсюда собирать урожай. И наша Селесточка. Что же делает наша беременная Селеста? Она пишет книжку, потому что она готовится стать писательницей. Но я вот заметила, что у всех, как бы, симов в нашей семье всегда папы трогали животы у беременных симочек. А вот Селесточка, и она даже плачет, такого не получается. Поэтому я сейчас приглашу Тревора домой, чтобы мы, во-первых, сделали скрин, мы его пригласим на свой участок. Вот, какой у него большой живот, боже мой. Но уже третий триместр, сегодня обязательно мы узнаем, кто родится. Я хочу, чтобы Тревор все-таки потрогал ее живот, потому что он скоро станет папой. Пусть как бы привыкает к этой роли. Так, Маркуша у нас танцевать пошел. Марк, а ты работаешь же сегодня? А, доработай ему 6 минут, отлично. Кстати, Вилли у нас готовит выпечку. Боже, как тяжело за всеми наблюдать. А вот Венди, кстати, здесь ракетку улучшает. Так вот, у нас теперь появился с дополнением на работу навык выпечки. И Вилли нам приготовил какие-то шоколадные печенья. Давайте еще что-нибудь испечем. Теперь мы можем печь сухарики, шоколадное печенье и сахарное печенье. Пусть теперь Вилли приготовит сахарное печенье. А это печенье мы поставим в холодильник, чтобы оно не пропало. В общем, Маркуша пошел на работу. Андрея у нас тоже сегодня в школе. А вот Шарлотта, я хочу, чтобы она все-таки навык садоводства повышала. И пусть поливает, пусть занимается своим садом. Так, у нас готова еще одна картинка. Это уже не шедевр от Лорочки. Давайте пусть Лора еще что-нибудь нарисует. Какую-нибудь уверенную картину. И пришел ли наш Тревор. Тревор, ты пришел? Да, Тревор уже тут как тут, стоит на пороге. Можно ему пожаловаться на проблемы. Пусть ему Селесточка расскажет о том, что ее уволили. Вообще обнаглели. Беременную симку уволили. Как они могли? И я хочу, чтобы он обязательно потрогал ее живот. И потом уже придет Венди и увидит, что, в общем, что здесь находится Тревор. Пока Венди у нас занята своей ракетой, и она не видит этого, нужно пригласить его, или как-то предложить потрогать живот. Пусть потрогает, потому что, ну, действительно, не было таких скринов. А это такие важные моменты, которые очень хочется запечатлеть, чтобы они остались навсегда в памяти. Да, кстати, по-моему, Селесточка у нас в спортивной форме. Это же не... Да, это не одежда для сна, это ее спортивная одежда. Интересно, почему она беременная, одела спортивную одежду. Так, ну вот, мы сделали несколько скринов. Пусть все-таки Тревор понимает, что скоро он станет папой. Вот, и потрогает ее живот. Так, ну тут вот приходит у нас Венди, она ракету устроила, немножко устала. И видит, что здесь, давайте, вот, не знаю, что мы сделаем. Спросим, на каком сроке. Пусть она просто подойдет и увидит, что здесь Тревор. Конечно, ей это не понравится, потому что, видите, как бежит, сразу почуяла неладное. И сразу поняла, что что-то здесь не так. Почему здесь Тревор находится? Там, по-моему, какое-то растение, да. Там растение я увидела на заднем плане. Кто-то звонит. Блин, это со школы звонят. Я не буду брать трубку, потому что наша Шарлоточка сегодня прогуливает в школу. В общем, Венди очень недовольна картиной. Она увидела, в общем, что здесь находится Тревор. И давайте какое-нибудь злобное действие. Мы на него накричим. Ой, кто воняет? Треворточка воняет. Тут сзади еще фотографируется. Нужно будет сделать, кстати, скрин такой. И еще, ребят, теперь появились, кстати, навык фотографии. Нужно будет обязательно сделать какую-нибудь нам семейную фото. Ну, так, в общем, да. А теперь Венди на него кричит. Ты зачем сюда пришел? Вот, и Венди зовет Вилли. Она зовет Вилли и говорит, Вилли, ты хотел с кем-нибудь поругаться? Вот у тебя прекрасный кандидат. И нашему Вилли нужно найти одного еще врага. Я думаю, что этим врагом может прекрасно стать Тревор. Потому что Вилли, в принципе, все равно с кем ругаться. А Венди его попросила. Так что сейчас будет очень неприятная история. Да, будет неприятная ситуация. Вилли пришел и начинает ругаться с Тревором. Говорит, ты чего сюда пришел? Тебе же запретили вообще вход в этот дом. Да, говорит, ты зачем сюда пришел? А, нет, прогонять. Не хочу его прогонять. Потому что мы еще не поругались, им нужно стать врагами, а потом будем прогонять. Так, насмехаться над одеждой. Вилли, скажи, говорит, что ты за рубашку одел, клетчатую? Ты, говорит, выглядишь очень-очень некрасиво. Так, ну вообще, беременной Селесточке лучше не участвовать в этом разговоре. И лучше вот ей вообще надо сходить в туалет. Потому что у беременных потребности очень быстро снижаются. Так что пусть она идет в туалет. А Вилли и Венди пусть здесь с двух сторон атакуют бедненького Тревора. Мне его аж жалко. И пусть Венди скажет, что его мама Лама. Ну, в смысле, Ева Лама. Так, Селесточка, я тебя прошу, иди в туалет. Тебе не надо это все видеть. Да, тем более у нее нужда уже сильно понизилась. Да, и Вилли и Венди тут с двух сторон на бедненького Тревора. Накинулись и кричать, и глумиться. Боже мой, драться еще. Ну, давайте, что ли, подеремся. Да, давайте выберем действие драться. Пусть тогда Вилли еще покажет Тревору. Интересно, кто победит. Не знаю, будем смотреть. Вот. Ну, для чего я это делала? Чтобы мы выполнили жизненную цель, нашему Вилли нужно было завести двух врагов. Ну, в общем, первый враг это была Ева. Второй враг это ее сыночек. И Венди такая смотрит и говорит, получай, Тревор, получай. Так тебе и надо. Будешь знать, как к моей селесточке ходить. Вот так вот ты, злодей. Ну, кстати, Вилли победил. Ну, в общем, ладно. Селесточке это все видеть не обязательно. И она беременная у нас. Давайте пусть она что-нибудь лучше скушает. Ой, у нас тут еда. Это ж Вилли приготовил. У нас же злобный Вилли приготовил покушать. Так, а теперь Венди давай прогони ты Тревора. Скажи, Тревор, иди-ка ты уже отсюда. Все, мы его прогнать. Давайте его прогоним в шею прям. Венди говорит, уходи-ка ты отсюда. И не приходи больше. Нет тебе места в нашем доме. Ну, места на самом деле нет, потому что нас уже семеро. Вот, и восьмой это их общий ребенок. Так, а Тревор тоже, он недоволен. Говорит, вы че на меня оба накинулись? Я, говорит, Селесту люблю. Вообще жизни никакой от вас нет. Так, не получилось у нас действие прогнать. Что-то не ушел Тревор, так что давайте просто попросим его уйти. И, кстати, Венди не мешала бы искупаться. Грязная она очень. Так, Вилли, ты уже свое дело сделал. Да, он попрощался. Видите, даже рукой помахал. Так, теперь я хочу, чтобы Вилли повышал все-таки выпечку. Потому что мы будем... Так, мы еще сухарики не делали. Пусть делает сухарики. Потому что мы будем открывать свою пекарню. Да, теперь в Sims 4 с дополнением на работу мы можем открыть пекарню. Мы можем открыть магазин. В общем, заняться частным бизнесом. И, конечно же, наша семейка откроет пекарню. Но немножко попозже. Потому что сегодня, во-первых, у нас роды. И я хочу, чтобы, во-первых, Селесточка выспалась перед родами. Роды начнутся где-то через 6 симских часов. Поэтому ей нужно хорошо отдохнуть, выспаться. Так, Шарлотта, ты собрала? Она собрала урожай и стоит такая. Андрея сегодня в школе. Как-то не успела я за ней уследить. У нас что-то здесь сломано. Что же у нас сломалось? Сломалась у нас Лорочкина система. И давайте вот полоть, что ли, дадим Шарлотте задание. Ого, какая картинка, кстати. Ой, смотрите, Венди яростная. Давайте, Лорочка, пусть ее продаст. Нам нужно, кстати, выполнить ее жизненную цель. Ой, еще совсем немножко осталось. Пусть тогда еще рисует Лорочка картинку. Сегодня мы портрет рисовать не будем. Не успеем мы просто уже нарисовать портрет. Но я хочу сделать какую-нибудь фотографию. Ну, кто-нибудь, например, может у нас сфотографироваться. А кто у нас может? Давайте Силь... А, нет, Силеста спит. Силесточка спит. Кстати, вот Шарлотте можно сфотографироваться. Она сейчас прополит. И как же нам сделать фотографию? Это, наверное, нужно нам выбрать... Так, извините. Нам нужно выбрать, наверное, телефон. И было где-то действие в школу. Купить магазин. Притвориться больной и остаться дома? Нефиг... Это что? Слушайте. Это, наверное, врач придет. Давайте у нас... А, наверное, Силеста не может этого сделать, потому что она не работает. Вот, блин, Силеста, зря я тебя разбудила. Ну, ложись, еще вздремни ты у нас вежебока. Давайте Силеста... Ой, Шарлотта сейчас позвонит. Я первый раз такое действие вижу. Притвориться больной и останется дома. Она скажет, что я вот в школу не пошла, потому что я себя плохо чувствую. И плохо чувствуют себя мои растения. Это к нам, наверное, врач придет. Обалдеть. Я не знала, что есть такое действие. Но это я так думаю. Как жаль, надеюсь, вы скоро поправитесь. А, да, облом. Я думала, врач придет. Так неинтересно. Так, вообще, я хотела сделать какую-то фотографию. Что у нас вообще еще здесь в телефоне есть? Услуга. Отказаться от прислуги, которая к нам так и не ходит. Сделать селфи. Сфотографировать. Сфотографировать. Ой, Тревор. Ой, Блейк. Подожди, это Блейк. А что Блейк у нас делает на участке? У нас Блейк на участке? Нет у нас Блейка. Ой, вообще, что-то странно. Пусть тогда она лучше сама сфотографируется. Вот, сфотографировать, наверное, саму себя. И я надеюсь... Ой, не-не-не-не-не-не. Как же теперь... Как же... Так, это она сфотографировать. Я поняла, что она фотографирует то, что находится рядом с ней. Ну не, меня так не устраивает, я хочу, чтобы она сама себя сфотографировала, как же это сделать? Так, сделать селфи, наверное, вот так, да? Точно. Ой, будет отлично, если она как раз сфотографируется на фоне своих растений. Ну это, конечно, совсем прям на фоне растений, очень прям на фоне. Не, мне так не нравится. Сейчас, блин, надо было уйти из этого кустика, давайте выйдем, не знаю, куда-нибудь сюда, допустим, к входной двери и там мы сфотографируемся. Так, Вилли у нас что-то попивает здесь. Вилли, ты там испек сухарики? Вилли у нас сухарики пек. Кстати, Шарлоточка получила навык фотографии. Я знаю, что, ребят, вы мне многие писали, что нужно там кого-то куда-то устроить, что всех нужно устроить куда-то. Ну, объясню вам сейчас, если я всех устрою в новые карьеры, например, как вы мне писали, чтобы я Андрея сделала доктором, чтобы я сделала... Ой, Блейк пришел. Ну вот я так и знала, что он придет, сейчас Андрея вернется и мы с ним пообщаемся. Если я устрою Шарлоточку детективом, да, я бы хотела, чтобы она была детективом, но в таком случае, к сожалению... Ой, какая картинка замечательная, будет классная фотография. Если я это сделаю, то получится, что, ну, как бы я буду играть одним кем-то постоянно. Так, как убрать теперь? Все, убрала. То есть, если я отправлю Шарлоту на работу детективом, то она будет все время детективом работать и другими симами я управлять не хочу. Вот, а так как ограничено у нас все-таки время и в династии не могу я омолаживать их много раз, поэтому они как бы быстро умрут все. И не сможем мы насладиться жизнью их всеми, на них прекрасно посмотреть. Это очень жаль. В общем, поэтому я решила пока, что мы откроем частный бизнес, но опять же через пару-тройку серий, потому что, наверное, ну, может быть, в следующей или через серию начнем мы думать о своей пекарне, о своем собственном бизнесе. Вот, а в карьеры пока я не хочу никого устраивать, может быть, позже. И, возможно, кто-то из девчонок освоит навык фотографии. Так, вот, Лорочка, Лорочка выполнила жизненную цель, все, все, это конец, в смысле, вообще выполнила. Отлично, после долгой скрупулезной экономии и недоедания, господи, Лорочка, ты что, недоедала? Мне кажется, Лорочка точно недоедала. У нас Вилли так столько готовит, что тут никак нельзя недоесть. В общем, что написали, осуществляет свою мечту жизни и становится сказочно богатой. Полученная черта характера рассудительная, бюджет семьи получает процент с дохода каждую неделю. Выбрать новую жизненную цель. Я, честно говоря, даже забыла, что, возможно, в этой серии Лора выполнит мечту и как-то о новой мечте даже не подумала, какую четвертую мечту взять нашей наследнице. Ну, Лорочка, ты супер просто. Я вот здесь смотрю, вот художник у нее выполнен, спорт у нее выполнен. Лора, ты просто супер. Наверное, я возьму вот мечту барон, потому что, как бы, здесь тоже деньги нужно и у нас денег много, поэтому, возможно, она и успеет и пятую мечту жизни выполнить. Но это будет, конечно, вообще супер-пупер. Я возьму мечту жизни барон, так что мы продолжим, в общем, стремиться к богатству. И вернулась наша Андрея со школы и здесь у нас Блейк. Давайте его поприветствуем. Излить чувства. Да, Андрея сегодня у нас была в школе. Вот, смотрите, Шарлоточка прогуляла, а Андрея бедненькой пришлось там трудиться. Сейчас она пойдет жаловаться Блейку, что вот Шарлоточка у нас гуляла. Кстати, ее Вилли, по-моему, отсчитал за то, что она прогуляла школу. Говорит, Вилли, нельзя так делать. Не будь такой злодейкой, как я. У нас в семье должен быть один злодей. Вот, а Шарлота говорит, ну, папа, ну я же в тебя пошла. Такая же. Ну, конечно, она у нас не злая, она самоуверенная и любит природу, но все возможно. Так, я хочу, чтобы она повышала навык садоводства. Но, как видите, все у нас, по-моему, отлично, наверное, с растениями. Вроде как и хорошо, когда все отлично. Так, Блейк, куда ты пошел? Я хочу, чтобы Андрея с тобой пообщалась. Давайте, вот, сфотографироваться вместе. Интересно, это с навыком фотографии или просто? Можно, кстати, даже родителей пожаловаться. Ой-ой-ой, хочу я. Ну, давайте тогда, я не знаю, купим, может быть, какое-то растение, еще что-нибудь посадим. Пусть тогда Шарлотта купит еще что-нибудь. Давайте заказать, купить семена. А, купим мы, что мы купим? Фрукты, травы, овощи. Ой, даже не знаю. Ну, давайте фрукты купим. Может быть, дерево еще какое-нибудь посадим. Потому что у нас есть два дерева. Я еще грушу посадила. Так, и где этот пакетик? Ой, столько фотографий. Нам нужно на них будет посмотреть. Кстати, тут, по-моему, я не поняла, что здесь Анжелина Зомби нарисована. Вот прикол. Это что, правда? А, нет, здесь Шарлотта. А здесь как будто бы Анжелина Зомби, потому что я делала ее фотографию, когда делала обзор предметов в Sims 4 с новым дополнением. Так, ну ладно, вообще что-то странное происходит. Давайте откроем комплект семян. Посмотрим, что у нас здесь получилось. И да, ребята, я знаю, что сегодня мы рожаем. Но пока роды еще не начались. Так, мы банан получили. Банан и виноград. Ну, давайте мы, в общем, виноград что ли посадим. Посадим. А банан, наверное, большое растение. Давайте его здесь, может быть, в уголок посадим. Пусть Шарлотта есть бананы. Не-не-не, есть не надо. Надо их посадить. И надо посадить виноградную лозу. Так, где наша Андре? Боже, как тяжело же всеми ими управлять. Так, давай, жалуйся стать лучшими друзьями. Нет, я этого делать не буду, потому что тогда, к сожалению, Шарлотта перестанет быть лучшей подружкой нашей Андре, а это совсем делать нельзя. Можно узнать просто, как прошел день, и я хочу с ним сфотографироваться. Как же с ним сфотографироваться? Сфотографироваться с... Вот, сейчас мы сфотографируемся с Блейком, потому что им нужны обязательно совместные фотографии. Они друг другу нравятся. И, кстати, когда же наша дорогая Андре? Через три дня, через три дня будет у нее и у Шарлотты день рождения. Они станут по-настоящему взрослыми и смогут уже общаться романтически как-то. Так, ну, они фотографируются. Я так понимаю, что фотографии не будет. Тем более, это было сделано еще на фотоаппарат... На фотоаппарат Блейка. А нет, вот еще фотография. Я очень надеюсь, что все-таки эта фотография останется у нас. Посмотрим, может быть, в багаже есть? Так, в багаже ничего нет. А как же сделать им совместную фотографию? Ну, должно же быть какое-то действие. Давайте сделать селфи. Сфотографировать. Ну, давайте селфи попробуем. В смысле, я надеюсь, что вместе все-таки с Блейком. Так, Блейк, не наезжай на нас. У нас был тяжелый день в школе. Очень много работы у нашей девочки. Так, давай, Андре, сфотографируй еще Блейка вместе с Блейком, если получится. Блин, ну что это такое? Опять какая-то фигня. Ладно, я еще не разобралась, как вообще делать эти фотографии. И вообще нашей Андре уже пора давно спать. Так, и, кстати, куда-то побежал Блейк. Так, посадила наша девочка растения. Давайте пусть она еще их польет. Пусть удобрит, чтобы они росли хорошими. И чтобы все было у нас отлично. Так, Андре, у нее был тяжелый день. Поэтому пусть тогда идет немножко поспит. Ой, что-то сломалось. Ванна у нас сломалась. И очень-очень скоро, через несколько, кстати, минут, начнет рожать наша Селеста. Ой-ой-ой, что же будет? Я так хочу уже отправиться поскорее в больницу. Наверное, серия эта будет длинной. Потому что роды тоже немаленькие. Но на следующую серию я растягивать это не хочу. Все-таки давайте посмотрим в этой серии. Вот, чтобы как она родит. Потому что, как бы, вообще собиралась я изначально в 114 серии это сделать. Но потом как-то решила уже, думаю, сейчас, чтобы побыстрее мы увидели, во-первых, как рожать в больнице. А во-вторых, кто у нее родится. Кто же родится у нас, мальчик или девочка? Я хочу лично мальчика. Ну, а там как получится? Ну, просто у нас давно очень не было мальчиков. Одни девчонки рождались. Поэтому, конечно же, всем нам хочется мальчиков. Ну, я читала по отзывам, по комментариям, то зрители, подписчики тоже все, в принципе, за мальчика. Так что будем держать кулачки. Надеяться, что действительно будет мальчишка. Так, у нас что-то здесь грязно. Иди покушай, наверное, лорочка. И ты там дорисовала. Кстати, что ей нужно по ее новой мечте жизни? Стать владельцем 15 предметов искусства. Произведение искусства можно приобрести в режиме... Значит, нам нужно будет что-то купить. Но я это уже сделаю между сериями. И посмотрите, сколько много баллов счастья у нашей лоры. Это вообще, где она их столько понабирала? Ну, еще бы, 4 мечты жизни. 4 или 3? Нет, 3 уже выполнила. И выполняет 4. Я уже в ней, если честно, запуталась. Она такая молодец. Столько мечт жизни поисполняла. Кстати, вот яйца у нас здесь. Видите, я вот куколок поставила. И обратите внимание, что на втором этаже у нас здесь тоже куколки. Я не знаю, вообще, подходят они сюда или нет. Если да, нет, пишите. Могу их отсюда убрать. Мне кажется, вроде они здесь неплохо смотрятся. У нас очень много этих куколок. Потому что Андрея теперь у нас, в общем, занимается выкапыванием камушков. И добывает много таких вот предметиков. Почему мы не можем найти последнее это яйцо? Я хочу подарить его малышу. У нас скоро родится малыш. Давайте поливать. Способствовать росту. Потому что здесь мы можем найти вот эти вот яички. И тогда мы получим кролика Буни. Я хочу этого кролика. Я хочу подарить этого кролика малышу, который родится у Селесты. Да, Селесточка? Кстати, осталось одно яйцо. И как назло, мы его последнее не можем найти. Так, у нашей Селесты все отлично. И вот-вот она должна, в принципе, начать рожать. Но почему-то этого не происходит. Я, насколько помню, она тест сделала 18. Поэтому сейчас должны начаться роды. А, алло, Селеста, ты помнишь, что ты сейчас должна рожать? Она у нас такая с пузиком танцует. Ее, по-моему, ничего не волнует. Прекрасно она себя чувствует. Так, Шарлотта, где наши яйца? Почему-то яиц нет. Иди тогда, я не знаю, прими что ли пенную ванну. Может, тебе легче станет. И ты вспомнишь, что пора уже рожать. Потому что очень я уже спешу отправиться в больницу, чтобы посмотреть, как будет взять побег. Вот, вот, наконец-то мы повысили навык садоводства. И теперь мы можем брать побеги. Так, сейчас будем брать везде побеги. Нужно, кстати, росту поспособствовать. Потому что по заданию нам нужно добавить черенки на три растения. А, так это взять. А как же добавить? Надо сначала, наверное, их взять. И когда они будут, мы их добавим. Так, давайте пока вот... Что такое? Не нравится что-то ей? Так, да, эти действия нам не засчитываются. Потому что нужно добавлять эти черенки. Взять, прививать. Вот, наверное, прививать. Господи, что ж это будет, если я скрещу сейчас яблоню? Садовый побег. А, шпинат, шпинат, виноград. Давайте к яблоне привьем морковь. Интересно вообще, что это получится. Как вообще можно технически привить к яблоне морковь? Ну вот мы это сделали. Черенок. Получить доступ к новому типу растения путем черенкования. Оказывается, можно. Ну давайте, что ли, будем прививать. Потому что нам нужно делать это по мечте жизни. Вообще нам нужно еще найти корову проглоти с людоедия. Так, Селесточка, ты будешь рожать или нет? Я не пойму. Почему не наступают роды? Когда они наступят уже? Я очень хочу побыстрее родить. Родить в больнице. Так, давайте прополоть. И давай, Шарлоточка, ищи. И, наконец, уже наше дорогое яичко последнее. Давайте вот еще что ли взять побег. И тогда мы уже кролик это подарим ребеночку, который еще и не родился и рождаться пока не собирается. Кстати, вот этот метеорит, который Венди нашла в космическом путешествии, я поставила здесь рядом с Андрея на тумбочку. Пусть стоит, пусть нас радует. Так, последнее яйцо мы нашли. А, нет, не последнее. Это, в общем, вот, рожает, наконец. В общем, мы нашли, я так понимаю, такое же точно яйцо, и наша Селесточка, наконец, рожает. Так, все, мы быстро-быстро отправляемся в больницу. Так, куда ты пошла? Я хочу быстро в больницу. Так, теперь у нас есть действие родить в больнице. Кстати, о! О! Мы нашли коллекцию расписные яйца. Так, подождите секундочку, нажимаю на паузу. Теперь у нас открылся еще доступ к кролику. Где эти кролики? Где кролики? А где кролик? Вот он, вот он, кролик Буня. У них вот есть несколько цветов. Сейчас мы какой-нибудь выберем. В общем, кролик этот бывает четырех цветов. Есть розовый, есть вот такого горчичного цвета, голубой и сиреневый. Я не знаю, кто у нас родится, мальчик или девочка, поэтому я, честно говоря, не знаю, какой цвет взять. Голубой я делать не хочу, потому что у нас уже кокоша приблизительно такого же цвета. Ну, чтобы не было две игрушки одинакового цвета. Но розовый точно нет, потому что вдруг родится мальчик, как бы, мальчику зачем розовый. И вот я склоняюсь между коричневым, думаю, здесь, и между сиреневым. Сиреневым вроде как тоже для девочки. Ну, не знаю даже, вот какой лучше выбрать. Горчичный или сиреневый? Сиреневый или горчичный? По цвет комнаты, конечно, больше подходит сиреневый. Но давайте, наверное, выберем сиреневый. Вроде как-то все-таки больше он симпатичней. Будем считать, что мальчики тоже сиреневый любят. В общем, наши Шарлотта и Андрея долго собирали яйца и купили нашей, ну, я не знаю, дочери или сыну Селесточке игрушку. И назовем мы эту игрушку Зуби-Зуб. В общем, такое имя мы дали нашему кролику. Мне кажется, он замечательный. Я вот не знаю, может, правда горчичного его цвета сделать. Ладно, все, пусть будет сиреневый наш такой маленький Зуби-Зуб. Теперь у нас есть Кокоша. У нас теперь есть, кстати, с паузы нужно снимать. У нас есть Кокоша, у нас есть Кракозябля, у нас есть Зуби-Зуб. Вот они наши друзья. Кстати, Кокошу купили марку. Я недавно ВКонтакте проводила викторину и спрашивала, кому подарили Кокошу. И все написали, что Лорочки. Нифига, Кокоша-Комарку мы купили. Вот, а вот этого кролика Зуби-Зуба мы покупаем, я не знаю еще кому, потому что не знаю, как его будут звать. Мы будем покупать его ребеночку Селестой. Все, мы рожаем в больнице. Сегодня серия получается длинной. Ну, извините. Сейчас мы отправимся. Селесточка вместе с Тревором отправится рожать. И мы узнаем, для кого же мы купили этого кролика. Мы прибыли в больницу. Вот, стоим перед входом. Здесь Тревор с ума сходит. А здесь, кстати, доктор стоит. А доктор у нас Задира, Чистюля и Гурман. Ну, Чистюля-то понятно, что доктор Чистюля. А чего он Задир-то такой? И еще Медбрат и доктор. В общем, наверное, они у нас роды будут принимать. Но давайте уже не будем медлить, потому что серия и так уже слишком длинная. И пройдем и зарегистрируемся. Наконец-то запишемся в регистратуре. Давай, Селесточка, иди, не бойся. Ты у нас первая в нашей династии. Кто будет рожать в больнице? Потому что до этого все рожали. Но они тоже рожали в больнице, но мы этого видеть не могли. Теперь мы это увидим. Кстати, куда подевался Тревор? Я Тревором, к сожалению, не могу управлять. И он куда-то уже убежал. Кстати, здесь и вот игрушки есть. Прикольно. Ой, есть драга такой, дракончик. Так, вот мы пришли в регистратуру. Кстати, опередили мы этого молодого человека. Ну, потому что Селесто-то она рожает. Конечно, ее надо всем пропускать. Потому что, видите, ей уже плохо совсем, схватки. Так, давай быстрее, кто ты там, ассистент, записывай нас. Мы спешим уже рожать. Нам не терпится уже встретиться с малышом. Так, и вот Селесточка уже идет. Да, она знает, куда идти. Я уже снимала, кстати, небольшой обзор на 5 минут о том, как симки рожают в больнице. Поэтому я уже, в принципе, знаю, что будет сейчас происходить. Но я думаю, вы тоже знаете, потому что дополнение вышло аж... Ой, кстати, мы тогда рожали в другой палате. Ой, передумала. Я думала, ты будешь в той рожать. Мы рожали уже в этой палате. В общем, давайте посмотрим. Так, оделись мы в эту, как ее, ночнушку какую-то. Да, и этот доктор, как его звать-то? Доктор, как зовут тебя? Не вижу. Доктор Николай Беляков. Вот он будет у нас сейчас принимать роды. Так, а где подевался Тревор? Вот, что меня интересует. Так, Селесточка, ты не бойся, ты не переживай. Мы с тобой. Так, нужно все-таки стены убрать, потому что видно очень плохо. Так, даже музыка какая-то играет. Так, что-то нам сюда плеснули. Надеюсь, что это для жизни не опасно. Так, все отлично, потому что... Ой. Ну вот, видите, органы вытаскивают. И доктор, ведь мы не очень хороший доктор, перепутал немножко ребенка и сердце перепутал. Давай, доктор, роды нормально принимай. Тут даже вот медбрат прибежал. Так, Селесточка, ты, главное, не переживай. Все будет отлично, все будет хорошо. У нас родится чудесный малыш. И я не знаю даже, кто это будет, мальчик или девочка. Хочу мальчика. Поздравляем, это мальчик. Рождение, жизнь, вселенная и все остальное уже ждут. Ура, 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 у нас родился мальчик. Ой, ну как я и загадывала. В общем, мальчика я решила называть Дарреном. Я знаю, что вы писали мне в комментариях там, как назвать. Я, кстати, все читаю имена, которые вы предлагаете. Просто у меня это имя было, ну, как бы, еще давно забито. На момент, когда я думала, что родится Шарлотта или Андрея. Я думала, что они будут мальчиками. Вот он, наш мальчик родился, ура! Наконец-то хоть какой-то мужчина появился в семье, потому что все остальные девочки... Какой пузо? Откуда пузо у нее? Селеста, ты что, у тебя двойня? Не, Селесточка. Откуда у нее живот? Боже мой. Да она, она... Селесточка. Я надеюсь, что это глюк, потому что она его ласкает, обнимает. Нужно сделать снимки. Блин, Селеста, ну что это такое? Ой, наконец-то она избавилась из живота. Я реально испугалась, что сейчас начнутся вторые роды. Так, все, у нас отлично. Кстати, где Тревор? Мне вот просто интересно, где он лазит. У нас тут Селесточка рожает. Зачем мы его брали? Я его не вижу. Нас сейчас вообще... Ну, нас уже выбросило. Ну, короче говоря, как вы видели, Тревор даже не захотел присутствовать на моменте родов. На момент родов печально, конечно. Но самое главное, что родился малыш, и теперь у нас уже восемь человек в семье. Максимальное количество, и больше, к сожалению, пока никого мы не можем к себе принять. Кстати, тут же дедушка Маркуша, он понял, что он дедушка. Так, дедушка, иди хоть сфотографируй тебя. Давай побаюкай, ребеночка. Вот так вот получается, что уже Маркуша у нас дедушка. И нам, кстати, дали еще свидетельство о рождении. А что здесь написано? Ой, важный документ, подтверждающий, что вы человек. Подлинное свидетельство о рождении. Дали такое нашему маленькому дару. Ну и здесь еще, смотрите, отпечатки маленьких ножек сделали. Прикольно вообще. Так, ну все, давайте уже будем наслаждаться нашим маленьким малышом в следующей серии. Потому что уже 31 минута, как-то слишком длинно. И наш кролик Зуби Зуб, пусть он уже будет сиреневенький. Хоть и мальчик у нас родился. Ну, ничего страшного, не розовый все-таки. Сиреневый нормальный цвет для мальчика. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, серия понравилась. Надеюсь, серия я вас не утомила. Ой, даже взялась лесточка своего малыша. Давайте сделаем скрин. В общем, всем спасибо за внимание. И всем пока.